Сейчас. Я все подготовлю. О! Во! Все равно нихрена не видно. Ну, неважно. Всем привет, друзья! С вами я, ваша Маша Маева. Недавно стукнула два месяца, как я вернулась из Таиланда. Тяжело, когда нет рядом моря. Какие они милашки. Ребята, вы даже не представляете, зачем я сейчас наблюдаю. Я перевезла к себе капу. И Джинни сейчас ласкает капу. Я снимаю пока что в пылевых условиях. Как видите, ненормального фона. Ничего у меня пока нет. Все потому, что я все еще продолжаю обустраивать квартиру. И скоро будете видеть все в шорсах. Это видео. Если вы все поняли правильно по обложке, да, буду показывать вам свои подарки на день рождения. К сожалению, уже не распаковка, потому что день рождения был давно. Подарки, чем старше ты становишься, тем дольше они до тебя доходят. Я еле-еле собрала со своих друзей свои подарки. Я уже в какой-то момент там нагрел такая. Ребята! Распаковку буду снимать. Гоните все сюда. И недавно пересматривала видео распаковка подарков, по-моему, на 21 год. И вот если сравнить распаковку на 21 год и распаковку на 26 лет, я и мои друзья уже застарились. Потому что то, что вы увидите, можно сказать, что это выглядит как обычные покупки, а не как подарки. Не в обиду друзьям, они и сами дарили мне то, что я просила. Ну что, начнем? Это все, конечно, будет не по порядку, но я хочу начать с самого прекрасного подарка, который очень актуален с учетом того, что я живу, кстати, сейчас без стиральной машины и без пылесоса. Мне Егор подарил на день рождения швабру. И не просто швабру, а швабру, которая с вот таким классным контейнером. Я думаю, многие из вас про такую слышали. Сюда заливается вода, нажимается вот такая кнопочка, сюда поступает чистенькая водичка. И швабра чистая. Он меня спрашивал, что мне подарить, и я говорю, швабру мне. Срочно мне швабру. И также он подарил вот такую штуку. Ребята, девочки, мальчики, если вы не знаете, что это такое, значит, вы не прокачали свой скилл домохозяйки. Это место, куда заливается гель для мытья посуды. Ты вот так вот нажимаешь, вот на эту конструкцию, вот так вот. И он поступает сразу в губку. И у тебя в губке уже сразу находится этот гель. Вопросы еще есть касательно моего возраста и моих хотелок? Это я тоже заказывала, это я тоже просила, тоже было в виш-листе. Но если вы думаете, что я вам сейчас буду показывать полностью ход товара для дома, то вы не ошиблись. Я сама себе тоже сделала подарок. Любуйтесь. Вторую коробку не потащу, но это кондиционер. Что, Дженечка, ты тоже хочешь кондиционер распаковать? Ну вот дождемся мастера, который нам его установит, и распакуем. И будем радоваться, что будем спать в прохладе, да? Да, моя девочка. Я пожертвовала покупкой пылесоса и стиральной машины в пользу кондиционера, потому что такая жара, такая духота. Спать невозможно. У меня окна выходят на шоссе. Если я открою, то тут вся пыль окажется у меня на кровати. Так что можете поздравить меня. Это моя первая осознанная покупка для дома. Ну такая вот прям кондиционер. Уф! Знаете, что такое боль? Я уже несколько месяцев как вернулась из Таиланда и до сих пор не могу адаптировать свой гардероб под московскую погоду. Я очень много шмоток оставила в Тае, и каждый раз собираюсь куда-то, и я нахожусь в муках выбора. Я, ну, очень, очень, очень сильно не люблю ходить по магазинам. И я сильно рада тому, что на Озон можно подобрать крутые шмотки к лету, составить классные образы, и все это не выходя из дома. На Озон собрано очень много крутых брендов. Прям глаза разбегаются от ассортимента. Вот я себе присмотрела платье от бренда Апрель и костюмчик от Зола. На Озон очень приятные цены, а также мне нравятся функции оплаты после примерки. Ну и, конечно, доставка. Когда у меня нет времени, Озон сильно выручает. Сканируйте QR-код на экране и выбирайте крутые летние луки на Озон. А мы продолжаем. У-у-у! Ну что, продолжаем. Тоже сделала сама себе я ее. Это вот этот замечательный комбинезон. Я все еще страдаю. Ну, вы же знаете, я же люблю пострадать. Поэтому у меня пока что мало одежды. Я себе ничего не покупаю. в пользу того, что я все деньги сейчас откладываю на ремонт. Я хочу сделать ремонт нормально, поэтому вот. Все идеально сочетается. Даже педикюр на ноге. Наконец-то я себе купила комбинезон. Я теперь с него не вылезаю. Если вы смотрите на земную в других моих соцсетях, то последние несколько недель я хожу только в нем. Иногда чередую. Вот это тоже сама себе купила. Это просто льняная зеленая рубашка. Вот такие у меня подарки самой себе. Так как я теперь живу с двумя кошками. Один из моих одноклассников подарил мне вот такую штуку. Это лежанка для котиков. А так как котики не празднуют дни рождения, я этот подарок записала как на свой счет. Другой мой одноклассник подарил мне кепку. Вы очень красиво выглядите в кепке. Спасибо большое. В ней есть два, кстати, по Кавказу. Если вы смотрели мой предыдущий ролик, как я 7 дней живу в поезде, то вы видели меня в ней. У меня есть три вот таких вот конверта. Первый, второй и третий. Закрою, чтобы не спойлериться ранее. Начнем с первого. Несколько друзей мне подарили деньги. Деньги тоже хороший подарок. Вот так они выглядят, если вы вдруг забыли или не помните, как выглядит наличка. Она выглядит вот так. Я не сказала, на этом рада. У меня теперь новая методика распределения денежных средств. Вот это у меня лежит на гинеколога. Вот это у меня лежит на установку кондиционера. Это у меня лежит на случай ЧП. Эти деньги я не кладу на карту, потому что если у меня деньги оказываются на карте, они автоматическим образом оказываются в покупках. не работает у меня так. Ну вот не умею. Напишите кому не лень, пожалуйста, в комментариях, как у вас вообще с финансовой грамотностью. Я всегда думала, что у меня нормально, но на самом деле нет. Я либо все откладываю и ни на что не трачусь, либо я спускаю все, что у меня есть. Последние два года я спускаю все, что у меня есть, а до этого все же скопило. Как-то немного даже грустненько. Нет, я не плачу. Это Мы здесь для того, чтобы посмотреть, что находится в розовом конверте. Тут лежит купюра. Внимательно посмотрите и скажите мне, какой страны? Это купюра. Северная Корея. А теперь вопрос, как вы думаете, сколько в рублях стоит эта купюра? Тут написано пятерочка. Вот эта бумажка это 50 копеек. Но очень классно. Когда он был в Вьетнаме или в Гонконге, он там достал эту купюру. Теперь у меня есть севернокорейская валюта. Мне подарили сертификат в Леруа Мерлен. Так как я буду своими силами делать ремонт, я сказала друзьям, дарите мне, пожалуйста, сертификаты в Оби и Леруа. Пожалуйста. Ну вот, собственно говоря, у меня есть сертификат. Я не знаю, какой тут номинал, но написано от 7000 рублей. У меня точно будет на что и как его потратить. Так что вот, так выглядит скандерт счастья. Эту вазу подарила мне моя подруга вместе с цветами. Ну так как день рождения был давно, цветов тут уже нет, но мне она очень нравится, она очень красиво смотрится. Единственное, теперь надо покупать цветы. И пока что самой себе. Это пока что. Я занимаюсь этим вопросом, ребят, честное слово. Вот такая кружка. Очень красивая. Мне нравится. Я специально для антуража сюда положила старый чайный пакетик. Специально попрошу. Это не значит, что я кружку три дня не мыла. Это мне подарил мой младший брат Андрей. Пуси. Бровки. Все дела. Люблю, обожаю. Приходите ко мне на рекламу. Это подарок не из биш-листа. Я не знала, что мне он будет в подарен. И очень приятно обрадовалась, когда посмотрела на обратную сторону этой шкатулки, на которой написано «Наслаждайся течением времени». Если вы смотрели мои шорсы, то там было видео, как я жила на яхте 7 дней и использовала звук «Наслаждайся течением времени». Наслаждаться течением времени. Мне очень приятно, что мой друг вспомнил это и добавил сюда эту надпись. И главное, это шкатулка для хранения украшений. Те, кто любят мультик «Анастасия» и сейчас поймут мой восторг. Здесь я храню все колечки, браслетики, сережечки и так далее. Мне очень нравится. Красиво и видно, что было насделано и подарено с любовью. И несколько... Сейчас. Несколько друзей мне подарили подарочные сертификации «Золотое яблоко». И вот сюда, в эту коробку, я собрала все то, что уже купила на эти сертификаты. Девочки, мальчики, я вам скажу так. До этого я никогда ничего не покупала в «Золотом яблоке», кроме один раз зайти и купить патчи. Теперь у меня здесь шкатулка радости. Я вот так вот смотрю и думаю, и где эти 17 тысяч рублей, которые я потратила? Конечно, цены нынче очень кусачие. Хорошо, поехали. Только, пожалуйста, девочки, не говорите, что это уже вышло из моды, уже никто не пользуется Зелинским, это за шквар и все такое. Мне очень понравился запах. Теперь у меня есть духи на смену, потому что я последние года три или даже четыре пользовалась одними и теми же, причем не духами, а мистом из «Виктории Сикрет». Теперь у меня есть духи. В запахе «Блэк ванила», если вы хотите знать, как я пахну. И в таком же запахе я еще купила мыло для рук жидкое. И так как вы знаете, что я не крашусь, не люблю я это дело, но в России приходится это делать, потому что здесь моя, 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 потому что здесь моя кожа, она превращается в что-то странное, непонятное. Я вот смотрю на себя и такая, блин, как так-то? Когда я была в Таиланде, я прям смотрела на себя и думаю, зачем я пользовалась косметикой? Хорошо же выгляжу, прекрасно. Два месяца пожила без солнца, мое лицо стало как протухший банан, когда у него появляются вот эти черные пятна. У меня вот здесь какое-то высыпание, здесь прыщи, синяки появляются, отечность большая. Ну и в общем, я не удержалась и мне пришлось вернуться к косметике. Я купила сыворотку. Бронзер, который очень вкусно пахнет кокосом. Я фанат кокоса. И этот запах, он просто замечательный. Если хотите, вот, пожалуйста, можете посмотреть название. Или в Северном канале посмотрите, я там подробнее про него рассказала. База под макияж, консилер, новый тональник. До этого я пользовалась маковским, сейчас пробую вот этот. Вроде как нравится. Я не бьюти-блогер, поэтому все же могу сказать. Вроде как окей. И набор кистей. Вот про это хочу рассказать. Тушь от Darling. Для меня это супер открытие. Я ходила по Золотому яблоку с консультантом, и она мне говорит, вот есть тушь, типа, хорошая. А я искала коричневую. Хорошая тушь, она не оставляет эффект панды, не сыпется. У меня был запрос на тушь, которая не сыпется. И вот это для меня прям шок. Оказывается, наконец-то, человечество смогло изобрести тушь, которая не сыпется в прямом смысле этого слова вообще никак. Раньше я покупала тушь, просила, чтобы не сыпалась. Там были просто супер какие-то стойки, но все равно там глаз подрешь, и она вся сыпется. Это не сыпется. Опять же, если захотите, перейдите в мой телеграм-канал, я там прям расписала эту тушь и ссылку на нее прикрепила. Но прикол в том, что, когда ты ее смываешь, она сходит прям волосками. Прямо имитация волосков. Я не знаю, что это за материн. Я не знаю, как это вам объяснить на бьюти-языке. Дрейпинг, тинт, биби-крем. Но если вы страдаете от сыпучих тушей, вот вам замена. И, кстати, о подарках от брендов. Они тоже есть. Вот как раз этот же бренд, Дарлинг. До этого я про него не слышала. Вот они еще мне прислали огромное количество масок. Половину я уже происпользовала, раздала друзьям. Но эти маски, они как патчи. Они очень приятные. Я довольна. Спасибо большое. Спасибо огромное. И у меня в планах купить виниловый проигрыватель. Но это чуть попозже, когда доделаю ремонт. И они вместе с этим еще прислали виниловую пластинку. Посмотрите, какая красивая у нее обложка. Розовая. Она очень приятная. Я еще не распаковывала. Секунду, секунду. Оно что, целиком желтое? Я просто последний раз виниловые пластинки держала, когда еще была моя бабушка жива по папе на линии. В 2015 она ушла. Вот где-то в 2015 году я последний раз видела виниловые пластинки. Это какая-то другая. Она пластиковая. И они все такие и всегда такими были. Вот этот подарок, который я вам сейчас покажу, он просто зашлифует все остальные подарки. Таблетки! Бады. Бады. Да, ребята, в моем виш-листе был ежовик грибенчатый. Я пока жила в Таиланде, углублялась во всю бадовую историю. Ежовик грибенчатый это гриб, который формирует новые нейронные связи. Так, мне уже 26. Хочется, чтобы мой мозг продолжал функционировать нормально. Не забудешь пробить так что я пью ежовик грибенчатый. И туда в состав еще входит мухомор пантерный молотый, бако-памонье экстракт и готу-кола экстракт. Надо пить две утром и две вечера. А получается, что все. Мы все подарки с вами распаковали. Я вам показала, похвасталась, что мне дарят сейчас. И решила, что я все равно продолжу каждый год снимать распаковку подарков. Просто как для своего личного архива. я хочу просто потом отслеживать, как из года в год уменьшается, увеличивается, меняются подарки, меняются мои хотелки. А на этом получается все. Друзья, с вами была я, ваша Маша Маева. Не забывайте мои шорсы. Я вас там жду. Сейчас там будет активный идти ремонт. Примерно через полтора месяца дай пожалуйста, бог и бог БТИ, чтобы мне через полтора месяца разрешили сносить стену. И у меня уже начнется активная фаза ремонта. Че, я зря, что ли, себе одежду не покупаю. В обуви хожу одной и той же на протяжении уже полутора лет. Сейчас все будет. Сейчас будем делать ремонт, друзья. Будет весело. Хорошо, что я живу одна. Только с кошками могу разосраться по поводу ремонта. А на этом, друзья, все. Помните, что вас любят? Это точно. Давайте финалочку. Сейчас сделаем. Идем сюда. Сюда. Поднимаем. Алиса, включи неон. Та-дам! Наша с вами любимая надпись здесь временно стоит. Все. Пока-пока.